Всем привет! Сегодня мы будем вытекать котел, заразом сделаем его обзор. Чтобы на вспомогательном котле во время работы главного двигателя не сжигать топливо, у нас есть утиль котел. А вспомогательный котел сжигает примерно от 2 до 5 тонн за сутки. Конечно, это все зависит от судна. У нас средний расход топлива в сутки примерно 3,5 тонны. Поэтому в целях экономии топлива практически на всех судах есть утиль котел. Сейчас разберемся, как он работает. Это у нас главный двигатель, точнее его выхлопная часть. Это турбина главного двигателя, которая работает за счет выхлопных газов. Это всасывающий фильтр турбины. Это компрессорная часть турбины, которая нагнетает в воздух в прессиву. А это газовая часть. Выхлопные газы выходят из главного двигателя, раскручивают турбину. Далее газы идут по выхлопной трубе в путь и котлу. Сейчас поднимемся наверх и покажу, как он устроен. Это у нас верхняя часть утиль котла, собственно, вход в газовую часть. А это сам утиль котел. В предыдущем видео я показывал, как поступает вода в утиль котел. Кто не видел, обязательно посмотрите. Вода циркулирует по этим трубкам. В процессе работы главного двигателя выхлопные газы идут по выхлопной трубе, доходят до утиль котла. Затем проходят, или даже можно сказать, омывают эти трубы. И так как эти газы горячие, они начинают греть эти трубы. Циркуляционные насосы уже гонят пароводяную смесь обратно в вспомогательный котел. В вспомогательном котле в верхнем барабане создается давление. И так же через стопорный клапан котла дальше пар уходит в паровую систему и выполняет свои функции. И этот цикл циркуляции постоянно повторяется. Эти маленькие ребра, сделанные неспроста, они также служат как дополнительный теплообменник, чтобы была большая теплоотдача на трубы. А оставшиеся газы, которые прошли все эти трубы, уходят в атмосферу по выхлопной трубе. Чем больше температура выхлопных газов, тем лучше утиль, естественно, греет воду. И чем грязнее утиль котел, тем меньше будет теплоотдача от труб. Моем сначала забортной морской водой, а потом промываем пресной водой. Самое главное перед мойкой посмотреть, свободная или нет дренажная линия. Мотористы уже все подготовили, но самому всегда нужно проверять. Иначе, если забитая или заглушена дренажная система, вся грязная вода пойдет на турбину главного двигателя. Как и говорил, доверяй, но проверяй. В дренажной части установлена заглушка. Это выхлопная труба. Отсюда идут выхлопные газы после турбины. На протяжении всей мойки, чтобы моторист стоял и смотрел, чтобы вода успевала стекать в сажатборный танк. Или суд коллекшн танк. Мыть необходимо тщательно и не спеша. Мыть будем до тех пор, пока не пойдет чистая вода или не наполнится суд коллекшн танк. Промывать нужно каждые трубки медленно. Сейчас все покажем. По поводу электрических ламп. Так как будет вода, использовать или фонарик, или переноску с 12-ти вольтной лампочкой. Но никак не 220, чтобы вас не сглаздануло. Сюда, по выхлопной трубе, выходят газы. По этой трубе газы выходят в атмосферу. По этой трубе газы выходят в атмосферу. Сразу скажу, это сажа-обдувка утиля. Есть сажа-обдувка воздушная, есть паровая. Здесь она паровая. Здесь утиль продувается в четырех позициях. Кстати, первый раз я вижу, чтобы в четырех обычно двух. Как все это происходит? Как все это происходит, сделаю отдельное видео, когда будем на ходу. Покажу, как чистим газовую часть турбины. И как делаем сажа-обдувку утиля. Ну все, у нас все готово. Начинаем мыть. Как открыли воду и начали мыть пути, сразу же необходимо убедиться, что вода стекает сут коллекшн танка. Я сам вижу, что вода стекает. На камере, наверное, не видно. Сейчас покажу, как она стекает сут коллекшн танка. Такая грязная вода идет. Будем и до тех пор, пока не пойдет чисто. Моем вода стекает сут коллекшн танка. Моем уже примерно 40 минут. Уровень воды сейчас здесь такой. Почти пол танка воды грязной у нас уже. Полный объем танка 4 куба. Я думаю, сколько дела стоят наверху. Как видим, результат уже есть. Моем не спеша. Промываем каждую секцию. Вот так это все выглядит. Теперь нужно все это дело опреснить пресной водой. На это уходит примерно пол куба воды. Поэтому тоже необходимо рассчитывать на то, чтобы у вас было место, чтобы опреснить водой. И оно все поместилось. Также сверху вниз все потихоньку промываем. По политике компании сейчас, думаю, везде так. Всю эту воду сдаем на баржу, когда стоим в порту или на рейде. Подходит баржа. И мы эти 3-3,5 куба откачиваем на баржу. И в этот момент моем же суд коллекшн танк. Также скажу, что на утиле на верхнем барабане установлен предохранительный клапан. Принцип действия такой же. Только его подрывает на пол килограмма больше, чем на вспомогательном катере. Также он открывается и пар по трубе выходит в атмосферу. Его также необходимо тестировать раз в месяц. Чтобы не заедало и ничего не прикипало, местируем в воздухе. На этом, пожалуй, все. Далее, после того, как вы закрыли, почистили, запускаются циркуляционные насосы. Система прогреется минут 20-30. И можно запускать главный двигатель и ехать. Всем спасибо за просмотр. Делитесь видео. Надеюсь, они в дальнейшем помогут начинающим морякам. Да и вообще, может кому-то просто интересно, чем занимаются механики на циркуляции. Подписывайтесь. Всем пока.